Помощник президента прилетел во Владивосток с одной единственной целью – обсудить вопросы защиты амурского тигра и проверить ход реализации поручений главы государства по сохранению среды обитания дикой кошки в Приморском крае. Уже следующей зимой наступает пора масштабного тигриного подсчёта, который проводится раз в 10 лет. Константин Чуйченко сообщил, что считать полосатых хищников решено по старому проверенному методу, так называемому сплошному последовому мониторингу. Другой способ – маршрутный учёт – пока решено не использовать, поскольку не доказана его эффективность. Первоначально Минприрода России предлагалось провести учёт амурских тигров и дальневосточных леопардов при проведении зимних маршрутных учётов. Хотел вас проинформировать, что сейчас принято совместное с Министерством решение не использовать этот метод в сезоне 2014-2015 годов. Когда специализировано считают тигра по следам, то измеряют след, индивидуальные характеристики следа, и можно отличить одно животное от другое, и более-менее получить объективные данные. Отдельное внимание – борьбе с браконьерским отстрелом тигра. По новому законодательству за это преступление грозит не только огромный денежный штраф, но и реальное лишение свободы. Хочу ещё раз подчеркнуть, что все уголовные дела, особенно возбуждённые по новому законодательству, должны быть доведены до своего логического завершения. Потенциальные браконьеры должны принимать неотвратимость наказания. Руководитель Приморского охотведомства обратился к помощнику президента с предложением внести в список ограниченных к добыче на территории Приморья кабана – главный пищевой объект тигра. Ещё одна из действенных мер, которые можно применить в области защиты краснокнижного хищника – создание новых особо охраняемых территорий. К недавно созданному в крае заказнику Среднеусурийский в скором времени может добавиться очередная тигриная площадка – национальный парк в верхнем и среднем течении Бикина. Владимир Клюшников, Владимир Жилин. Панорама.